Логично, чтобы что-то сохранять, чтобы знания не театлись. Чтобы обеспечить работу огромное количество людей. Вопрос, конечно, философский. Ну, так это и работает. Кто-то это сохраняет, а потом это изучает. Потому что тогда еще в аккумулятору не принимали. Ну, я к ней здесь причины вижу. Субтитры делал DimaTorzok Что-то себе. Найдут, вспомним, был такой. Ну, все остальные, например, последователи. Ну, чтобы сохранить память о нашем прошлом, чтобы будущие поколения могли зайти, найти что-то интересное для себя. Не только для исследователей, но и для простых людей. Насколько я знаю, какой человек может записаться в архив и найти интересующую информацию, например, касающуюся его рода. Ну, это так правильно, я все ответил. Ну, для этого, как заховываясь со мной на что-то, долго заховываясь. Чтобы хранить документы, исторические документы, память о людей записывать что-то важное, на бумажной сети, мне кажется, сохранить всего, чем это в памяти людей. Ну, а на мой взгляд, архивы были придуманы для того, чтобы действительно сохранить какой-то план, да, передать культуру людей и показать то, как это было раньше, то, как это и сейчас, и, возможно, предположить, как будет это в будущем. Им просто захотелось видеть, на кого-то собрать компромат и сохранить. Вот это, например, одна из таких теорий, почему в суде ляхи. Ну, а на самом деле, кажется, все банально, чтобы на суде доказать, что это твоя земля, а не твоего соседа. Ну, я две здесь причины вижу. В некоторых государствах это было в качестве, как сохранения памяти, надо скорее похвастаться своими подвигами, например, в том же Екинсе. А в других странах это скорее было с целью, ну, обычная практическая вещь, просто сохранить документы, чтобы права на землю там и прочие вещи потом все судья спаривать. Архивы, на мой взгляд, остаются средоточием памяти, и, несмотря на те, скажем, средства технические, которые существуют, используются в афирах и так далее, теми они продолжают служить нам средством, которое, собственно говоря, призывает к человеческому общению. И это важно, хотя на первый взгляд будет показаться, ну, несколько, как бы, и странно. Общение через, там, века, причем многие века. Ну, на самом деле вкусные, но и порой сложные, потому что пыль, ну, я шучу, конечно. Архив — это как что-то неизвестное, что-то интересное, то, что тебе предстоит узнать, то, что не знает никто. Ну, и мы еще тоже многого не знаем. Ну, мы когда работали, например, по практике, да, то есть ты чувствуешь, что ты реально прикасаешься к историческому документу. Хотя я зашла в том, как иначе вообще, и то очень впечатляю. Просто вкус, в вкус той вот исторической какой-то вот эпохи, дух исторического, можно сказать. Сыроватый, немножко такой древний, такой пистелевший, зачатый, но ты на фоне этим, такой какой-то таинственный дух. Ну, приятный, очень для меня приятный вкус. Суховатый, что-то такое сухое, но я бы сравнил это с вафлей и зеленым чаем. Потому что доработаться в архиве приятно. Ну, смотри, какой архив? Ну, я бы это не был на одном архиве. И там хорошая, хорошая восточная кухня. Там, значит, есть караоке в подвале. Это надо брать нашим коллегам на заметку. Для меня это погружение в прожитую историю. Когда ты читаешь документы, ты наслаждаешься, как будто воплощаешь историю сейчас. Повторяешь ее что-то. Если серьезно, то архив такой на вкус, как сказать, вызывающий чувство голода. То есть, нет, нечем проживиться в архиве. Для меня архив на вкус, как тонный шоколад, который можно с собой протащить. Я не могу сказать про смак, а это про пах архива, да. Я не собрала ее, и это пах. И какие-то что-нибудь запытаешь. Пах на историю. Во-первых, первая, ну, ни в этом разе не было. Я так назвала его романом. Это свечка. Я как человек, который был только в архивной организации. Понять, что такое реально настоящий архив, я не могу. Но из опыта обращения с архивной организацией, для меня вкус архива это какой-то, даже скорее, научный интерес. Посмотреть, как люди составляли документы, где они ошибались, где они не ошибались. Как выглядят те дела, и как они должны выглядеть. Как они сделали обе с телом. Как они не сфиксировали это на миклатоне тело. Это интересно. В молодости все мы, скажем так, были такими, не только наивными, но и, я бы сказал, экзальтированными в этом плане. Положая и надея, что именно мы будем там первооткрывать, найдем какие-то документы, там против, которые для нас там никто не держал в руках, не исследовал и прочее. Вот это, наверное, как бы вот было тем архивным вкусом, да, которым мы говорили. Ты помнишь ли это, почему? Ну, да. Нет, я больше помню, скорее, того, как я ему навязал в руках, первого, первого. Да, думаю, да. Не виделись, что это оригинал, да. Мы проходили практику, при дипломах, нам дали возможность поработать в архиве, найти необходимые для себя материалы для своей работы. Я почувствовала, боже, как много там хранится всего и как найти нужное из этого всего. Потому что, на самом деле, если взять почитать те же архивные описи, то очень сложно такому наследующему человеку сразу выбрать ту информацию, которая ему необходима. То есть, человек не может прийти в архив без какого-то опыта, предварительного. На добром памятном, в колее нам доверили перегласти актовые книги 16-го стартового года. Это был вот таки верный предприем, отрывать такие доверные, отцоваясь такими... Белезанной исторической оштобностью. Наш учитель истории вводил нас в архив. Архив еще был тогда в зданиях собора которого на площади. Первое впечатление было что-то такое... Крубоко в подвале, с санками, с подтеками... И очень много старых документов. Вот впечатление неоднозначное. Интересно было само помещение, вот в старинном помещении, но потом, когда к нам походишь, пахнет сыростью, пресенью, еще ты как-то... Теперь приходишь, если нужно, ты пошел, да? И впечатлений уже нет самого архива от результата. Да, я чувствовал это прикосновение к какой-то тайне. Вот она, эта папка, вот эти документы. Меня интересовал конкретно мой прадед, и для меня это было прикосновение к тому, что он держал в своих руках. Потому что там есть его подписи, там есть его тексты, и я с этим сталкивался. И для меня было удивительно видеть, не у меня дома, не в моей семье, а в Национальном архиве Беларуси, видеть, что вот действительно там лежат тексты моего деда. В Национальном бутвале, только один раз в архиве Лидова стрелили трейлера в диван, отшивали. Приходит женщина, стрелили, из-за этого все. Мой первый выход в архив был на паре по основным химноделам и документам видения. Мы послушали им слухи. Это было интересно и необычно, потому что для этого я не был в архивах никогда. Нам показали эти хранилища, и нам показали документку, даже поддержали эти документы в руках, и ты делаешь, чтобы в тринадцатом веке, ты понимаешь, что это реально получить его, прилистать ему, поддержать интересную историю своих факторов, которые необычные. Это очень интересно и увлекающе. Зусин Зусин Першина. Я попал в архив строителя монтажного поезда номер 342. Привок спецжелезной дороги Министерства путей сообщения СССР. Попал я туда, потому что маме с папой не с кем было меня оставить. Прекрасно было то, что туда никто не ходил. Но единственное устройство, что там был порог, из-за которого нельзя было кататься на счет. Так я по коридору выдал на счет. Осознанное попадание в архив произошло благодаря циклу физических экскурсий по всем республиканским архивам, которые устроил для нас Александр Михайлович Михайлович. Это были сразу все республиканские архивы наши. И так как у нас был такой хороший экскурсионал, то нам показывали все, чего вообще трудно дописаться, что в целях только показали. Когда мы ездили, мы поступали в себя дома в Министерство архивное отделение, как ты знал, уже отделение. То есть это сама архивы у меня это притягивало. И то я лично это притягивало. А информация была на УЗУ, и Галининг, то я, конечно, формировались эти экскурсии. Самые такие экскурсии, где и полеты с этой серии были экскурсии, была экскурсия у архивки на фотофонах документов Держинского. Я, будучи студентом на практике, это была учебная практика, тем не менее нам доверили проводить научно-техническую обработку фонда Чехова. Не Антона Павловича Чехова, а другого Чехова, который был художником. И вот, значит, я под руководством, значит, сотрудницы этого архива литературы искусства, ну, Московского Союза, можно сказать, литературы искусства. И занимался разборкой этих документов, значит, но через вот эти документы, значит, я там знакомился и документами, он был в литературе и эти документы. Ленинская работа в отделе рукописи Ленинской библиотеки, нынешней государственной библиотеки, Российской государственной библиотеки. Вот работа в рукописном отделе, значит, в фонде Ключевского. Потому что я до сих пор помню вот эти написанные мелким, твористым почерком, карандашом написанные «Рукописи курса русской истории» Василия Васильевна Ключевского. Ну, с крысами, потому что это выражение вообще знают, оно просто как стереотип выходит. Ну, это значит, что это плохо. Да. Просто у многих стереотипов, что если орфейс, то ты сидишь, молчишь, дышишь пылью и все, ничего не делаешь. Ну, это не так. Как боль, плачь, плачь, как извините бог. Я не знаю, какое животное может сюда подойти, но в моем представлении это люди, которые такие постоянно пытаются что-то найти, и вот они что-то не знаю, выниживают какое-то… А сейчас ты это слышишь, и говоришь, ну, как крыса. Кто-то уже как-то униживает, что-то унистит. Наверное, архивная крыса как классическая краска. Я бы сказала, или муравей, или пчела. Во-первых, потому что они постоянно трудятся, во-вторых, постоянно строят что-то целое и нерушимое, где каждый компонент имеет свое значение. То есть, это тот же самый муравейник, или тот же самый пчелинный дублок, где каждая ячейка важна. Это великий дозвитый человек, великий человек крамотный, и я надеюсь, что, нет, так, по ровному области архивисты живем. Ну, змея, я считаю, это очень хорошее. Потому что змеи, они не трогают никого, но они очень хитрые, они в нужный момент наносят удары. То есть, сам архивисты. Архивисты разные, да, и какие-то похожие на слона, какие-то на египну, вот, какие-то, значит, может быть, еще у кого-то. Есть профессии, представители которых я, отождественно, помогу, даже если есть какие-то животные, архивисты, я попросить. Есть ситуация, вот, у меня есть упадки, вот, у меня есть люди, к результатам это, кто может вести некий проект на тот самим совет? Питон, питон, конечно. Мудрая, мудрая, очень, скажем, мудрая змея, вот питонка, мудрая змея, так сказать, с кем они ассоциируются. Наверное, с собой, это мудрость. Мудрая змея, которая, так сказать, все знает, значит, вот, не все говорит. если бы, вот, катастрофа началась, вот, разные документы начались, ну, результаты, вокруг меня, я бы, наверное, схватила самый старый, который бы я увидела, ну, на мой взгляд, который бы, сохранил, как можно больше информации о далеком прошлом. за человеком. Конечно же, Конституцию Республики. Знаете, я бы сказала документ, в котором утверждала специальность на мудрец, когда вот решили, ну, пусть у нас раньше такого мудреца, там документ пускают, мудрецей. Я бы сказала Дмитрика Великогоняста литовского. Хоть когда вы или-нибудь за документами, по истории, вот, именно, прошлого, с Твероски деревьев. Я как-то в одном фильме тоже, правда, пока не все светило этот фрагмент. И главный герой спрашивает, почему ты держишь Библию? Он говорит, я считаю, что письменность это величайшее достижение человечества, я хочу сохранить хотя бы ее. Я так бы, очень сильно проникся этими словами, поэтому я тоже спазм Библию, Библию. Ну, а я бы, скопил бы, там, вот, вот, в дальнейшем студенты могли выучать бореографию. Статут. Я бы, попыталась спасти, не знаю, какого это точно, вот, но старый герой, который, ну, я не знаю, на самом, каких-то важных, в принципе, в жизни. Элокационный вопрос, свой паспорт. Я бы, без архива, что-то, какую-нибудь, декларацию независимости, взял и сказал, ну, о чем? Самое важное, это спасти то, что сегодня, сегодня независимо. Это мой паспорт, это выставить можно, это же, и выставишь. Семейный фактор. То есть, ну, у всех у нас есть свои личные архивы, так? Вот, есть такое личное архивы у меня. В этом архиве, значит, есть один, там, документ, ровно 50-летняя давность, 69-го, да, 69-го, да. Это письмо, вот, упоминающегося мной, значит, учитель, если бы, вот, прежде, шмейта, письмо, 69-го, да, когда, значит, вот, я с ним познакомился, когда собирался, значит, поступать в архивный институт, и, ну, короче говоря, размышлял, значит, над этим, куда и что, и прочее. И вот это письмо, которое, ну, во многом, как бы определило мою дальнейшую судьбу, и то, что я связал именно с архивами, деятельностью, с архивами, вот это письмо было вообще значительно важно. Сто процентов будут. То, что архивы будут и в двадцать втором веке, это, несомненно, потому что, просто нельзя представить, что будет, если не будет архив. Другое дело, это может быть какое-то объединение условное, что-то будет из-за такого храма знамя. Наши архивы сохранятся, когда будут существовать документы нашей цивилизации, у нас будет нужда в архивах. Но они ведь изменятся. Скорее всего, это будет какой-то элегантский или просто компьютер, который будет хранить в себе весь, все, которые имеют в виду документы. Хотите, мы хотим, из-за источника электроэнергии, мы хотим, этот архив. Скорее всего, все больше архивов, которые являются электродными, для удобства работы с ними с любой точки, не знаю. Они и сейчас, в принципе, многие проводятся в других, электроэнергии, но в будущем они знают, что это будет только электроэнергии. Я думаю, так. Будущее, это такое вещь не предсказуемо, но мы не знаем, что может быть. А может, как сказал в свое время Эйнштейн, что произойдет ядерная война, и мы начнем свой мир с дубинки. и мы опять вернемся в бумажную, но не надо нарушить вот это электронное. Традиционные архивы, которые мы еще хотели видеть, это будут, возможно, как музеи, или как какой-то квест для людей, чтобы прийти, посмотреть, как это было раньше, ну, что-то будет, наверное, как вернуться в прошлое, возможно, да? Ну, я бы хотела, чтобы в архивах все еще оставались бумажные документы, и даже если переход на электронные архивы хранения, чтобы это было надежно и без каких-то земля. В эпоху цифровых архивов мы, мы и наши, так сказать, потоки будут. Процесс нельзя остановить. Процесс пошел, процесс запущенный, остановить его. Если есть опасность, есть опасность. Тонуть в этом огромнейшем информационном, не море, даже океане. И вот, как бы, не возникла ситуация невозможности, скажем так, осмысления этой информации. Я не говорю. Алимин, все твои не заработали, я застанусь. Алимин, я застанусь. Я застанусь. Я застанусь. Алимин. Я застанусь. Продолжение следует...